К призыву новобранцев в Ленинском городском округе подходят с особой ответственностью. Наш муниципалитет всегда находится в лидерах по выполнению плана. В этом году в армию от округа должны пойти 100 молодых людей. Как наш военком говорит, кто работает, тому и дают повышенные нагрузки. Мы всегда задания выполняем. Уверен, что выполним и в этом году. Ребята все идут с желанием служить в армии. Самые здоровые и сильные духом физическое состояние юношей проверяют члены медицинской комиссии. Здесь работают терапевт, хирург, окулист, отоларинголог, психиатр. Кстати, задача последнего – определить моральные качества новобранца. По жизни, как они, где учились, что закончили, какие жалобы у них есть сами, они предъявляют, не предъявляют. Обязательно спрашиваем приводов в полицию были. В основном настроены на армию. В первый день осеннего призыва молодые люди испытывают волнение. Пойти в армию – ответственный шаг в жизни каждого мужчины. Чтобы понять, в какие войска направить того или иного призывника, опытные члены комиссии задают новобранцам множество личных вопросов. От их ответов зависит то, каким для ребят станет ближайший год службы. Например, для тех, у кого есть дети или одинокая мама, предусмотрены поблажки. А некоторые изъявляют желание продолжить в армии заниматься делом, на которое до этого учились. Будь то повар, водитель, железнодорожник или медработник. Закончил медицинский колледж Российской экземии медицинских наук. Планировал пойти в медицинскую часть, как бы продолжить данную деятельность, так как работаю сейчас еще. Как бы не хотелось это все запускать. Другие же ребята идут в армию просто ради отметки в военном билете. Для работы в будущем пойдет. Год где-то просижу. Может что-то поделаю. Осенний призыв продлится до 1 января. Комиссия будет заседать два раза в неделю – во вторник и четверг. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.